всем привет ребят приехал очередная посылочка в этот раз магазина banggood здесь у нас приехала так юсб вентилятор очень интересный кстати не не сяоми другой golf производитель потом дата кабель юсб кабель на микро двойной что очень думаю будет полезно и bluetooth колонка от компании blitzwolf какая-то там супер навороченная ну давайте скрывать и смотреть оценили кстати так вентилятор 50 центов дата кабель 60 центов и колонку в 10 долларов ну в принципе banggood в этом плане они всегда все делают идеально мне что нравится у banggood упаковка всегда классно упаковывать независимо какой товар дешевый дорогой или средний во вторых оценивают всегда есть и даже не сделал пометку что оцените там чуть дешевле чтобы там не превышал лимит в моей стране они это все за тебя сделают и сделают так грамотно что ну просто-напросто подозрений никаких не возникнет например бывают китайцы которые как была такая история с том топом да заказал там машинку для животных и поп фильтр вся посылка в один доллар это неправильно делают в любом случае такие посылки могут задержать для как говорится вскрытие посмотреть что там находится давайте скрывать и смотреть бангутовцы короче молодцы поэтому смотрим теперь само вложение так пакете больше ничего так ну упаковка как всегда на высоте смотрим первое юсби вентилятор кстати вентилятор не только 2 и 0 до ну полноразмерная юсби но также имеет и микро юсби разъем потом дата кабель у нас также производителя blitzwolf все в коробках все отлично по штрих-коду можно наверно проверить я так по пик qr коду наверное можно проверить запечатано и колонка blitzwolf давайте начнем наверное с кабеля самое интересное а то я уже за он намучился с этими кабелями своими со всеми на эти вечером бывает кажется ляжешь пытаешься вставить этот кабель куда-нибудь я не знаю или в зарядник или в powerbank и все время путаешь этот юсби кажется ни разу такого не было чтобы сперва раза раз и попал в этот юсби разъем правильно всегда вот где-то вверх тормашками вот заказал специально этот кабель чтобы не путаться точнее ну здесь уже не перепутаешь в любом случае если ставишь то точно ставишь сейчас покажу ребят пример это что у нас непонятно а инструкция или что это у нас qr-код сайт производителя почта поддержка на и все так далее сразу проверим работу данного дата кабеля да не дата кабель простой кабель запаковано конечно интересно есть даже маркировка blitzwolf на микро юсби разъемчики сейчас я приближу ребята давайте мы его сначала распакуем как он здесь распаковывается лоза мод замотали так наклейки так по идее у нас метровый наверное метро или чуть больше метра здесь у нас двойной здесь у нас двойной очень интерес смотрите ребят в чем заключается весь прикол в простом юсби кабели сейчас я возьму для примера в простом как вы понимаете у нас с одной стороны только до можно вставлять а это на двухсторонний его можно и так вставлять и вверх тормашками без разницы не ошибки не ошибешься для примера берем powerbank вот мы вверх тормашками взяли вставляем этой стороной вставился также достали перевернули вставили прикольно да ребят и нигде не зацепляется ничего вставляется без всяких проблем вот это я понимаю теперь я буду спокоен вечером с этими кабелями не буду нервничать лишний раз вот это вот это я понимаю и также у нас микро юсби разъемчик по идее будет двухсторонний у нас по идее рожками телефон вставляется кверху здесь у нас рожки как бы они есть и как бы их нет но не маленькие вставляем этой стороной кабель достали перевернули вставили без проблем вот это я понимаю сейчас еще обязательно проверю его подачу энергии нормально передает или нет но я думаю все такие фирменные кабеля ту в любом случае не качественно давайте сразу пауэрбанка проверим вставляем и сам кабель все сразу заряжает без проблем переворачиваем заряжает переворачиваем заряжает вот это я понимаю все ребята этот кабель обязательно надо покупать сейчас еще за тестим его виде как он подает давайте проверим так показания сколько он будет нас подавать ух как положено полтора ампера до телефон потребляет полтора ампера сейчас у меня заряжена 30 процентов изначально у меня полторашечку берет ну короче 1.3 1.5 теперь смотрим кабель от сяоми от пауэрбанка от 20 тысячного так этот уже надо смотреть как вставлять боюсь привыкну двухсторонним от сяоми также 1415 1413 до те же самые показания ничего не изменилось а теперь ребята возьмем короткий кабель от дешевой подделки 16 тысячного пауэрбанка почему многие жалуются лошадь у меня плохо заряжает телефон или планшет так но в принципе этот кабель почему-то у нас хороший оказался какой-то я брал сегодня кабель или на днях брал у меня показывал вообще там пол ампера еле-еле выдавал передавал ток но здесь также идет по максимуму возможно из-за того что он еще короткий меньше потерь ладно давайте возьмем какой-нибудь вот дешевый у меня есть какой-то кабель дешевой самый дешевый для самсунга наверно и не знаю по 10 центов на на покупал когда-то так вставляем вот смотрите признак некачественного кабеля даже до ампера не доходит вот эти вот кабеля дешевые там за 10 20 центов на алиэкспрессе когда положено на телефон полтора ампера кабель не может передать данное напряжение максимум что он может 650 миллиампер передать вот так ребят такие вот дела кабель кстати длинный метровый вот этот который только что распаковал это как бы копии для самсунгов или каких типа того да скорее всего для самсунга копия когда-то я покупал модель чайна не знаю что то есть непонятно так это у нас по идее кабель от оригинала 16000 до с черным язычком от оригинала давайте посмотрим его вот так точно также 16 ампера 1514 будет ну прыгать туда-сюда зависимость как будет телефон заряжаться ровно по 5 вольт вот так ребят поэтому кабель качественный можно сказать даже фирменный китайский единственная фишка которая мне нравится что вот с любой стороны как захотел так и вставил мой раз захотел так захотел так и не надо париться вот это я теперь я это полюбил это раньше не признавал так также этот и зачем тот тип си когда есть микро разъем для двухсторонний все передает отлично 1611 150 короче ну так сейчас будет падать на 1413 35 ровно 502 вольта да все отлично все пусть пока заряжает перейдем теперь к юсби вентилятору микро юсби и также юсби производитель какой-то у нас гольф здесь написано гольф хорошая скорость хорошая стабилизация энергоемкие ну мало потребляет обязательно сейчас проверим и копии проверим не копии скрестиво мы проверим это все в отдельном видео возьмем несколько вентиляторов меня есть оригинальной сяоми подделки два вида и этот вот будем замерять тихий и что у нас здесь лайф тайм две жизни да давайте его скрывать скрывается у нас вот так и все и достали коробку можно также запаковать обратно а у нас даже здесь есть штрих-код на оригинальный смотрите его код верификации точнее не код видок от верификации вот снизу можно проверить на самом сайте qr-код снимаем и заходим на сайт golf.com.cn вот он наш вентилятор такой же силиконовое качество чувствуется как у сяоми сейчас я вам покажу где мой сяоми если у меня под рукой нет он не здесь он нам там шуфлятки ладно в следующем видео все покажу так что мы имеем укороченную базу вентилятора я думаю это вообще идеальный вариант для мобильного телефона не нужны некие от и где переходники ничего покупать не нужно у нас уже все здесь есть только как вы вот его достать я этого не знаю так ладно это у нас снимается это также снимается неужели того ногтем поддеваем и все отлично интересный вариант и смотрим к телефону подключаем так где у нас здесь он у нас не двухсторонний ау ну да не больно довольно тихий да как сяоми есть вибрация но в принципе это нормальная вибрация так это не вам то подумайте что вам показываю там нехорошие вещи но дует классно да обдувает нормально был держится хорошо держится не соскочит вот это я понимаю а то у меня когда я подключал оригинал через утг до к телефону то утг этом слабенькие микро юсб и он обычно отваливается от телефона здесь как видим все отлично если бить по пальцам то мы не покалечимся он не больно бьет да совсем не больно отлично обдувает вообще классно мне понравилось гольф раз и достали так теперь надо проверить потребление давайте проверим потребление обратно ставите понимаю здесь надо нажать на кнопочку раз и ставили все и теперь надо проверить потребление да какое у нас говорят что мало потребляет также вставляется без проблем и смотрим потребление 140 миллиампер 130 140 короче до 140 миллиампер ну в принципе моему оригинал точно так же или чуть меньше но потом в следующем видео возьму все вентиляторы мы это обязательно все проверим но мощный мне что понравился он довольно шустрый сяоми по моему даже будет потише точнее помедленнее имею ввиду вот так все классно никаких проблем до 130 миллиампер 140 130 140 если задерживать туда сопротивление создаем туда до 20 доходит на поэтому не надо ему нагрузку такую давать смело крутился 130 140 миллиампер отлично вообще супер вентилятор вот эта вещь классная замена кондеевом летом стиле в телефоне как говорится появится новый вид телефонов телефон вместе с кондиционером или с вентилятором с вентилятором мы закончили давайте перейдем теперь к самому главному об этом самому главному товару этого видео распаковки также запаковано давайте мы распакуем блиц вульф ну компания не так это знаете но на слуху стало часто появляться смотрю на алиэкспрессе очень много на бангуде вообще километр от этой продукции на гербесте но везде короче но на бангуд очень сильно вот эту вот компанию продвигает я так понимаю потому что у него больше всего продукции данной компании ну коробка качественная на первый взгляд колоночка наша колонка кстати пыль и влага защищенная не водонепроницаемая просто пыль и влага защищенная там айпи какой-то там не знаю какое какое-то сделано все довольно добротно здесь у нас мануалы welcome white модель blitzwolf f1 прям как вентилятор f1 и здесь у нас пояснение да у нас версия работает от версии 4.0 bluetooth два динамика у нас 45 миллиметров диаметре по 5 ватт и аккумулятор здесь 1800 миллиампер час как бы будет играть 10 12 часов но меня это не в это я не верю 10 12 часов она не будет играть это точно будет меньше около пяти шести часов и что здесь у нас есть еще есть какая-то функция гарнитуры да а функция разговора по телефону до громкой связи и так далее ну ладно здесь нам не интересно что у нас здесь находится ауксы в комплекте и сама колонка микро usb кабель для зарядки 35 мини джек аудиокабель двухсторонний потом ремешок для колонки и мануал все правильно и так точно такая же книжечка как в кабеле qr-код для перехода на официальный сайт usb кабель сразу мы его проверим на качество передаваемой энергии тем же самым телефоном чтобы показания совпадали качественный кабель или нет до кабель нормальный полтора ампера телефон должно быть видно 1415 все отлично кабель хороший это уже плюс двух так двусторонний 35 мини джек тоже такой более-менее нормальный но это для того чтобы не через bluetooth воспроизводить а напрямую с телефона сразу на колонку подключить или еще как-нибудь и такая вот у нас переводчика для колонки на руку купить и ходить у хана металлическая ребята так давайте смотреть ну в принципе вид мне и уже нравится давайте поближе немного вот такие у нас два дула по 45 миллиметров там динамики сам корпус нас металлические матового цвета так input для зарядки у нас нужен блок 5 вольт 1 ампер и рабочий вольтаж у нее от но только от 3 и 7 до 4 4 и 2 вольт вот так скажем так у нас здесь с одной стороны для ремешка все правильно снизу у нас резиновые ножки чтоб она стояла но она не особо стоит на этом столе гуляет ну чтобы наверно не вибрировала скорее всего потом сзади у нас здесь у нас какую-то ну вентиляция выхлоп наверно и с правой стороны у нас будет вот здесь у нас аукс и для зарядки и кнопочка посередине у нас reset сброс да не знаю сброс чего сбросу и bluetooth настроек ну или привязки запасопряжения с устройством или сброс если она мне подвиснет или еще что-нибудь не знаю аукс я так понимаю для подключения напрямую и зарядник 5 вольт 1 ампер подавать резиновая здесь у нас крышка резиновая в принципе нормально вот так снизу у нас не открывается и сверху кнопки управления у нас есть микрофон включение колонки play stop или пауза песни или еще чего-нибудь сопряжение с устройством bluetooth и также кнопка вызова точнее от принять вызов на телефоне и громкость плюс-минус все больше ничего поставим там элементарная колоночка боковины кстати обе у нас резиновые только вот этот цельный у нас труба сплющенная формовка сделаны давайте я включать так до загорелись у нас подсветка загорелась кнопки средний ток они все только средняя и давайте мы ее найдем так посмотрим как она и находит быстро не не быстро или так ли так точно не знаю ребята сейчас будем пробовать как включить тут поиск копки кстати резиновые сверху на корпусе приятно нажимаются так ладно если выключить bluetooth и включить решила все-таки прошить на международную версию свой телефон потому что пользоваться mi band там очень неудобно все на английском было перепрошил на международную своего китайца теперь все удобнее стало так поиск а вот я же поиск нажал на телефоне сопряжение blitz wolf f1 все подключение идет подключено быстро моментально да я просто немного тупанул надо было сразу нажать поиск на телефоне все у нас колонка подключилась тихо тихо от у меня сейчас опять запуске права забанят так что нам включить такого интересного так ну что вот включила песенку на телефоне громкая колонка громкая колонка ребята за не могу немного понять плюс-минус у нас переключение песен на самом деле как громкость уменьшать на колонке надо почитать мануал все-таки если он уменьшается вообще ну да волум все правильно up и минус и также переключение треков только каким нажатием конкретно или коротким нет короткое у нас короткое переключение а вот удерживать удерживая кнопку мы добавляем громкость на точно так же тише сделали все правильно на полностью убавили добавляем удерживая кнопку но очень приятный звук ребята очень приятный она такая знаете глубок очень глубоко так звучит качественный звук мне понравился на максимум на максималке давайте еще раз на максималку я удивлен знаете ребят даже такой бас такой грубоватый мне аж понравилось чувствуется знаете такая вибрация идет ну и сама колонка также вибрирует но очень качественное исполнение мне понравился звук очень понравился довольно качественно еще мелодия знаете такая бесплатная ютюбовская она как бы не очень хороших ну хорошего качества поэтому надо будет мне подключить авторские права какую-нибудь там ну довольно интересную песенку во флаге еще как-нибудь и проверить как она будет уже играть но даже с этой мелодии колонка справляется просто великолепно ребят вот к покупке я ее рекомендую ну меня еще есть колонка скорее всего я не знаю видели вы ее не видели было распаковка не было потому что я ее получил еще давно в ноябре там цветная но еще до сих пор до сих пор не снял точнее снял но ее заблокировали по авторским правам и мне пришлось видео удалить так оно и не вышло мы посмотрим я не знаю еще точно видели не видели поэтому пропустим эту тему но потом обязательно сравним у меня еще одна колонка едет довольно интересно тоже дорогая данная колонка стоила в районе 35 долларов по скидке брал по моему 29 была скидка кабель также по моему в районе 2 долларов и вентилятор по моему полтора доллара сейчас немного дороже но я думаю если подождать поискать хороший момент можно взять со скидкой всегда ребят если у кого-то есть купоны также можете покупать по купонам идет дешевле стоп работает отлично переключение ну классно мне на мне нравится колоночка ребят звук великолепные динамики скорее всего да по 5 ватт будут но по времени играть на скорее всего будет меньше чем положено но обязательно сделаем обзор я потом все это скажу и покажу все ребят давайте посмотрим еще самый главный момент мне интересует сколько колонки колонка потребляет нашим новым кабелем при зарядке так включаем так на сброс сделать сбросили смотрим аккумулятор потребляет 700 миллиампер если он сам 1800 у скорее всего не знаю я думаю обзоре мы сделаем это мне кажется что аккумулятор здесь будет поменьше стоять 700 миллиампер что-то 80 700 до 700 подает на зарядку кнопка кстати выключение включения также горит красным подсвечивается bluetooth таким голубоватым он ребята видите но включение и кнопка bluetooth остальные кнопки неподсвечиваемые вот так ребят в принципе все что еще сказать в этом видео больше нечего добавить такую распаковочку и мини обзоры каждого товара я вам показал колонка я очень доволен мне понравилось больше всего конечно что я ждал этот этот кабель наконец-то я его купил двухсторонний usb кабель blitzwolf выдает нормальный ток поэтому довольно качественный длинный и то что я искал и вентилятор я думаю тоже всегда пригодится бывает лежишь и вот хочется ветерка но не чем не чем эти usb полноразмерные некуда было вставить поэтому заказал такой вот с микро довольно интересно мне кажется все ребята если такая вам распаковка понравилась магазина banggood все ссылки я приложу под видео можете переходить покупать все товары мне понравились и вам советую покупки все ребят не забываем подписываться делиться видосом и всем до скорых встреч всем пока